Без права на здоровье снова остались больные хроническими заболеваниями. На протяжении двух месяцев они борются за информацию, пытаются узнать, когда и кто им будет выдавать льготные лекарства. Пока Минздрав и соцзащита лишь перекладывают ответственность друг на друга. Почему до сих пор нет конкретного решения, в жизненно важном вопросе разбиралась Анна Чиженкова. Пронхиальная астма – это очень тяжелое заболевание, что в любую минуту может все перекрыть и мы можем задохнуться. Татьяна Градовская – хронический астматик. Уже на протяжении семи лет выживает лишь с помощью этих препаратов. Уже и сердце разрушила, и гипертонию заработала, но деваться некуда, ведь у нее семья, дети, внуки. Оптимизма поубавилась в январе, когда узнала, льготных лекарств больше не будет. Одно лекарство, вот мне выписывали, оно стоит 3 108 рублей, другое 680, третье 1200 стоит. Это невозможно купить такие лекарства, я получаю пенсию минимальную. Я бы хотела попросить и Корбова, и Министерство здравоохранения, чтобы обратили на нас. Созачисты разводят руками, ничего не обещают и в Министерстве здравоохранения. Складывается ощущение, что после ликвидации горздрава чиновники сами не в силах разобраться, кто и кому должен помогать. А ведь с начала года уже прошло два месяца. Вот такой ответ мы получили от Министерства здравоохранения. Выдавать лекарства больше не будут, это будет дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной выплаты. И отвечать за это должно Управление социальной защиты города. Администрация города также оповестила. Горсовет решил выделить каждому льготнику по 1000 рублей ежемесячно. Такая компенсация полагается у кого онкология, бронхиальная астма, ревмонтизм, кто перенес инфаркт миокарда, полагается диабетчикам, эпилепсикам. Однако в соцзащите же уверенно заявили, согласно 890-му постановлению правительства России, это функция субъекта федерации. Поэтому все вопросы к министерству. Слова уже подтвердились на деле. Я позвонила в соцзащиту. В соцзащите мне ответили, что вы 72-я, и дальше мы ничего, мы даже не слышали такого, что мы должны вам что-то выплачивать. По хвостам бьем. Ну нет управления. Опять я возвращаюсь. А люди-то остались. Значит, надо было не в декабре даже, не говоря тем, что в январе, а как минимум в сентябре уже этих людей, естественно, уже думать, кто за счет кого, каким образом. Самое интересное, что и больные с сахарным диабетом до сих пор не получают льготные лекарства, рассказала нам героиня прошлых сюжетов, диабетик с 12-летней историей болезни Ольга Слободского. Хотя еще в начале недели Минздрав заверил, больше проблем у этой категории хронических больных не будет. Возникает резонный вопрос, для чего тогда ведомство с такими громкими названиями, если не функции социальной защиты, не уж тем более здравоохранения, они не выполняют.